Очевидно, сейчас я не смогу бросить варик и свищенца смотреть, то я пришел, поболел бы за тебя. Успехов еще раз. Мочи. Так, мы смотрим... Там нам показали статистику, я успел спонуть глазами приблизительно равные шансы по личным встречам, там типа 46-54, но мы, конечно же, будем с вами, надеюсь, болеть за харизматичного, неподражаемого... Захочешь, подражать не сможешь. Соника. Человек такой со сдвигом, позитивным, и Спайрал, конечно, тоже его стоит похвалить, потому что этот немецкий орк, орк, действительно орк, он был много лет именно орком, но последние несколько месяцев переключился на эльфов, и... И... Ну, видите, играет из-за текущей меты, видимо, которая его не устраивает. Вообще, очень многих орков подкосили вот эти вот патчи. Какой-то не очень компетентный товарищ в Blizzard, который отвечал за патчи. Это долгая история, которая длится уже больше двух лет. Сейчас ситуация уже получше, чем в самом начале, но... Но даже сейчас, даже сейчас, с учетом всех фиксов, и немножечко хантресочек, и немножечко арчей, и довольно сильных фиксов киперов, все равно у эльфов по статистике, наверное, сейчас получше все еще против орков. Вот, а представляете, вам два года нужно играть в мете, когда статистически из-за патчи вы ничего не можете сделать. Короче, тяжело оркам. Там кэши отвалились, кто-то еще из наших тоже. Реально тяжело. Так, Соник у нас красный, он выбрал Демон Хантера в качестве первого героя. У Спайрла два барака и Патма, которая, кстати, добила сейчас одного тролля. Да-да-да, добила, добила, добила. Второй барак, как вы видите, у Спайрла делается слева. Вообще, два барака хантрески, это, как вы знаете, классика и очень опасная классика. И я крайне рекомендую, если вы, например, вдруг захотите вспомнить про Warcraft или поиграть в него за эльфов, начать именно с двух бараков хантрес. Потому что эта стратегия в умелых руках, она может за... Ну, правильное ее исполнение вы можете середнячков стабильно убивать, будучи не очень игроком. Ну, потому что по серии параметров. Но этому тоже нужно учиться. И Спайрл, видите, тоже в эльфийском Мироре, который многогранен, самый многогранный мэтчап с огромным количеством вариантов, выбирает, на мой взгляд, одну из самых универсальных и опасных стратегий даже на про-уровне сейчас. Это Патма и Мас Хантрес. Чем хороша эта стратегия? Во-первых, тем, что у вас появляется дикая инициатива, преимущество по инициативе. Вы гораздо мобильнее, чем ваш противник. Вы гораздо лучше разведываете, чем ваш противник. Вы гораздо сильнее в открытом бою, по крайней мере, в первые, там, не знаю, 7-8 минут, чем стандартный эльф с Демон Хантером и одним бараком. Вопрос в том, конечно, как вы воспользуетесь этим преимуществом. Будете ли вы там устраивать засады, пойдете ли вы, как Фогич любит, например, в какую-нибудь застройку с протекторами в правильном тайминге. Будете ли вы это укреплять ранним экспандом, например, тоже это. Вариантов масса, но то, что вы можете получить временное преимущество, используя просто вот эту вот стратегию, это точно. Да, со временем Хантресы становятся все менее и менее боеспособными. Арчи, появляется дальность, появляются новые юниты типа, там, Дрядок и Медведи. Ой, второй уровень получает Соник, хорош. Прячется просветка. Кажется, одна Арча может сейчас умереть. Давай, давай, давай. Ой, спас Арчу. Давай, 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 вниз, вниз, вниз. Ну, левую под контроль. Ай, левую отдал. Ладно, одну Арчу на такое количество ХП. Ай, еще Хантреску подрежет, подрежет. Ой, молодец. Соник, молодец. То есть он умудрился прокрепиться, умудрился потерять только одну Арчу, разменять это и на здоровье вражеского героя и Хантрес, и убить еще вражескую Хантресу. Это большая редкость на самом деле, потому что человек, играющий за, ну, за Патму с Хантресками, благодаря мобильности и количеству ХП у котов, не должен вообще терять никого. То есть, да, у тебя могут быть коты красные, но все они должны быть живые. Биг Квин говорит, добрый вечер, как я соскучился по таким ламповым вечерам с Вариком твоим стримом. Я тоже себе чаек навел, специально одел, одел. Ой, сделает, кстати, нычку, смотрите, это вариант развития событий, видите, через экспанды, которыми я говорил. Специально одел уютную толстовочку, значит, чтобы прям cozy, чтобы прям уютно-уютно было. И тепло, и мягенько, и с чайком, с Варкрафтом можно было посидеть. Вот, как я уже сказал, есть несколько вариантов развития событий, когда у вас Хантрес... Вы не можете сидеть на двух бараках, постоянно строить котов, потому что рано или поздно появятся более эффективные юниты, более эффективные герои. И принципиальные варианты действительно два. Первое — это завершить игру с какой-нибудь агрессивной атакой. Обычно она сочетается вместе с застройкой, и так играет Фогич. Либо вы укрепляете свое временное преимущество за счет экспанды, которое вам дает преимущество на дистанции экономической, и вы, соответственно, уже можете давить противника за счет этой базы, за счет экономики, за счет дополнительной армии. Обычно, выбирая, играя по такому сценарию... Этот сценарий очень любил, кстати, Moon, если вы помните такого игрока... Ой, Димка пытается... Давай, 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 если удастся отменить, не удастся. Слишком много котов, блин. И Monoburn на 9, но Соник ошибается. То... Обычно человек, который играет через вот два барака экспанд, выходит в Т2, и делает две лорницы и упарывается прям в дриад. Ну, это стандартная тема для того, чтобы получить какого-то универсального юнита, желательно рейнджового, чтобы на него работала аура потмы, и при этом, чтобы вы... Ну, до Т3 ты, понятное дело, что не разовьешься, у тебя просто времени столько нет. Противник раньше с первыми медведями с Т3 придет. Вот. Что-то я начал вообще просто в стратегии, в тактике, варианты развития. Хоть и по вершкам собираю, но ни хрена вообще непонятно, наверное, стороннему обывателю. Но у нас же нет сторонних обывателей, правда, Азарыч? Коты могут быть все красные, должны быть красные, все коммуни... Да, да, да. Не путай слабые умы, надел вроде. А что, в каком контексте это было? Более. Ладно. Короче, задача Соника сейчас. Каким-то неимоверным образом, уже нереалистичным образом на самом деле, отменить вот эту вот строящуюся базу. Вообще, раз эта тема стандартная, раз даже какой-то бобер говорит о том, что есть вот такой вариант, есть такой вариант, и мы видим один из этих вариантов на экране, то человек, который играет против этой темы, он... Что это за халява от Соника? What? Соник, странные вещи. Он должен был раньше разведать эту нычку и раньше попытаться ее отменить. А, толстовку я надел на... Дел на себя, все правильно. Я сказал, надел? Блин, ну, оделся я в толстовку, надел толстовку. Да, большая бутылка мана, и сейчас можно попробовать посражаться за котов через прикопку. Не знаю. Ой, хорошо, козочку подблочивает. Ой, блин. Точка сбора неправильная у Соника. Соник ошибается? Ошибается. Овы, много ошибается пока что. Ошибается с халявным экспандом. Ошибается с контролем, ошибается с разведкой. И вовремя не отменяет вражескую строящуюся базу. Короче... О, Арктонс, привет. Вот, что это за контроль от Соника? Больше половины здоровья у Дриатки потерял. Добро пожаловать на стрим. У нас сегодня Варкрафт, и мы болеем за наших четыре серии. В каждом матче есть представители СНГ. И... Как на Бонда сходил. И уже спрашивали Акс. Фильм хороший. Не без вопросов, но хороший. Блин. Ну что, Оланчик пошел, кажется. Да надо прописать Берн, правильно? Хотя бы такой. Да какой экспаншн? Там не на экспаншн будет идти. Светоключение, правильно. Спаррил, застройка пошла. Это нормальная тема, я не знаю, что тот ржет. У него не осталось больше вариантов тут. Кроме как... Ой, быстро-быстро по протекторам, пока не отменили. Блин. Черт. Сейчас отменят протекторы, пока мы будем подбегать. Ну, отмени. Отмени второй. Третий. Хорошо, ладно. Блин, а где позиция? Где герои Соника? Блин, Димка черт знает где. Светок хороший. Арчу не контролит вообще, Соник не заморачивается. Протектор сейчас не отменит справа. Вообще, размен в пользу Соника, но ему надо размениваться в хороший плюс. Рейнджик какая-то пришла. А, он Рейнджику гонял там по центру, понятно. Нет, здесь можно, конечно, как-то попытаться, но протектор отменяют. Минус висп. 40 на 52. Нет, отобьется Спайрл, конечно. Тут уже не застроится. Надо телепортироваться, как бы. А там экспант рабочий. Ты просто строишь двух бараков Арчей с Рейнджом и с Даркой отбиваешься. Блин, ну что такое, а? Ну, ауру у Кипера я согласен. Это вообще какой-то бред у Кипера. Ну, посмотрите, какой Торнс? Вот против чего здесь Торнс? Против Патмы с аурой? Захочет просто. Захочет Спайрл, не будет медведей делать. Ну, Мирор иногда так заканчивается, конечно. То есть ты смотришь в середине игры и восстановить, как такое получилось, бывает очень сложно. Но тут как бы... Тут Сони, конечно, мудрил. Сначала дал поставить базу, потом сам попытался поставить. На халявку, естественно, не удалось. Контролил хреново, отдавал юнитов, которые для пуша тебе пригодились бы, естественно. Короче, это... Да, забейте это. Там Димка никакой, лечиться негде уже. Арчу не контролим. Можно сейчас выходить, кстати, Соник уже. Я не знаю, почему он... Отступил, не дал бой. На руках еще 700 голды. Блин, опять начинается. Ну, Миша, ну, что ты переживаешь-то? Ну, переживаю. Начинаю минусить опять эти ногти. Волнуюсь. Да, заметили комментаторы Торнсауру. Это... Это... Там гапши уже в 60 лимит, понимаете? И база рабочая. И сейчас с возрастанием лимита, патма вражеская, она будет просто разрывать на части. То есть там плюс 30, там 2,5 грейда на атаку дополнительно. Сейчас Димка по сравнению с... Не-не, вот здесь игра закончится забить. Да все-все здесь. Дима в минус. Тебе надо для Варрика часть ромашки делать. У нас где-то была там ромашечка, я бы заварил. Логика какая. Болеть за Соника еще сложнее, чем за Фогича. Понимаете? То есть в Фоге по сравнению с Соником мега стабильный игрок. То, что может выкинуть Соник, даже предположить сложно. И я тебе говорю, Соник только проснулся, у него сонная игра. Ясно. Но самое время просыпаться, потому что если он зальет вторую карту, то он не выйдет в плей-офф. А так шансы-то пока есть. Да, красивым моментом в этой игре стоит, ну является, на мой взгляд, как раз в портане Патмэй, которая немножко отвела от протекторов основную армию Соника. И просто ты тратишь телепорт, который тебе особо в такой ситуации все равно не нужен, потому что это олэйновый пуш, и тебе просто нужно отбиться на отмену первых протекторов. Потому что если бы Соник стоял рядом с протекторами, которые там достроились уже больше, чем наполовину, вполне вероятно, ну, там можно было бы затащить. По крайней мере, выгнать его, постепенно убивать мэйн. Так зато Соник и любим был бы не психом, разве не зажигал бы... Да, 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 это точно. Это точно. Но как... Что с игрой-то делать? Сейчас ему нужно две катки затаскивать против немецкого экс-орка, понимаете? Экс-орк, спайрал. Ладно, шанс-то есть. Ну и кроме Соника у нас сегодня там полный набор. И Джонни Кейдж, и Дайс, и Хавк. Вторая карта, я услышал, край муха будет Тайдхантерс, очень контактная. Что с игрой делать? Расслабиться, получать удовольствие, что сейчас дается, да-да-да. Рофлить, как комментатор, это же зарубежный. Может быть, это правильный подход. Рейс Найтель, в кого он обманывает? Причем дебют у него в 2010 году, когда там за два года до окончания такой основной истории Варкрафта, до окончания World Cyber Games. И там, ну, Старик вот уже выходил. Соник, конечно, гораздо более опытный игрок. 2005 год дебют, понимаете? Сколько опыта, сколько опыта. Дистиллер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Добрый вечер. Добрый. Раз уж зашел контент Сирон Мань в Диабло. Он зашел. Устал бы ты проходить ивент в Патофаксиле, где прямо со старта 7 сложных модов карт? Мне рассказывали про особые гонки в Пое, но у меня совсем другой уровень. То есть Диабло, она по механике попроще, значительно попроще, чем Патофаксиле. Значительно. Я не знаю, во сколько раз она проще, но значительно проще. И контента в Д2 меньше. Ну, это... Нельзя эти две игры сравнивать. Они разных эпох и разный подход в разработке. И над Пое постоянно там на протяжении длительного времени работали. А все-таки Диабло 2 — это игрушка, которая раз вышла, потом сверху полирнули апдейтом. Экспэншном, имеется в виду. И потом какое-то количество времени патчили, не добавляя сильно много нового контента. Короче, я не вывезу. Пое слишком сложен для того, чтобы вот так врываться внезапно туда и сразу на максималку. Когда PUBG? Виво Би сегодня мог бы быть PUBG, если Сокол ответил мне бы быстрее. Когда он ответил, я уже проанонсировал Варкрафт. То есть я сначала подумал, как бы нам почилить. Вот, учитывая то, что особо напрягаться не хочется после сегодняшнего отдыха, так скажем. Потому что я после вот контрастных этих бань и прочего чувствуется, что если, например, ты пойдешь куда-то кликать, тяжело это, тяжело дается. Вот, я подумал, что можно с Соколиком еще поиграть, пока он окончательно под каблук не ушел. Вот, но пока он думал, пока он отвечал и посмотрел в календаре на дримхак европейский, увидел, что играют наши, и увидел, что сегодня, собственно, матчи определят, кто будет в плей-оффе. То есть есть люди, которые уже вышли с первого места. И это, соответственно, Хэйпи, Фоги, Экс Лорд и Краф. И еще четверо определятся сегодня. Соник решил сыграть через Патму. Сейчас у нас будет и с той, и с другой стороны. Пристос оф Де Мун. Ну и в каком-то количестве коты. Да. Ты же врался, а Де Два ничего не знает и затащил. Ну, потому что Де Два проще. Значительно проще. Что думаешь об игре Блейда на этом турнире? Я только увидел, что он не пришел ни на первый, ни на второй матч. Это старая добрая традиция. Блейд не приходит на... Ну или приходит частично на матчи Дримхака. Уже который раз он просто, видимо, напивается и никуда не приходит. У Жени ничего удивительного в этом нет. Я только в сетке увидел, что он... Первый матч, второй матч, его нет и нет, все. Но он же при этом проходил отборочный, да? Он же шел к этой финальной стадии. Нищий артовщик говорит, что спарил еще у Хэппи Карту Аджел. За эльфа? Ничего себе. Нет, для меня будет, я думаю... Я смогу найти что-нибудь новое в уровне и в фишках игроков. Вряд ли в эльфийском матчапе, потому что он кроен, перекроен, и тут сложновато мету поменять. Ну, она точно... То есть мета может меняться, но она все равно будет меняться на один из 20 вариантов, которые уже были так или иначе в прошлом. То есть вряд ли здесь что-то будет такое принципиально новое, если только не патч какой-нибудь. Ну, который там апнет героя какого-нибудь или что-то прям поменяет. А так... Ну, сейчас мы смотрим, например, просто безумную классику, которую можно было наблюдать еще в 2000... Да, прям даже в Роке. Мас Хантресс и Патма играли прям в Роке. С которой была почти 20 лет назад. Вот так вот. Да, конечно, уровень исполнения, разведки, микроконтроль, варианты дальнейшего развития. То есть там же есть опция, что делать. Например, из-за того, что чакру мы перенесли у нас на Т2, это грейт и эффективный, дополнительная мотивация появляется. Опа, Спайрл Соник подрезал Арчу, это хорошо. Ну, правда, Арча тут по билду все равно одна. То есть все будут в маскотов играть. Вот. Есть варианты. Есть варианты там с Т2, с выходом в Дриадок, выходом в Ферриков, выходом в Баллисты, хотя Баллисты Близзарды испоганили так, что, блин, уже не то, что раньше. Они теперь мажут постоянно. И их можно использовать и нужно использовать. Главным образом для того, чтобы выиграть время, похарасить, ну или там продолжить агрессию какую-то. Обязательно с Дирижаблем, обязательно с много внимания им нужным. Но это не те Баллисты, которые были раньше, когда ты мог просто сделать 8 Баллист, ну или там какое-то количество Баллист, и они разрывали почти все. Ну, кроме Медведей. То есть они рвали котов, рвали Дриад. Хорошие были времена. Так, ну давайте болеем за Соника. Соник у нас желтенький, да? Хорошие какие артефакты этого гада. Смотрел интервью с Брюсом от БСП. БСП тебя пригласил. Да, мы уже с БСП попереписывались, но... Я... Некоторые вещи Игорь Андреевич, конечно, напомнил, но у него сейчас... Интересный, видимо, период жизни. Надо бы с ним пообщаться, чтобы лучше понять. И я думаю, что у нас будет возможность вскоре с ним пообщаться. Надеюсь. Вот так, да. Много инфы. Так, Соник... Соник у нас с огромным количеством урона. Обратите внимание, на два носка плюс три. Вот такие вещи очень могут помочь. Единственное, что мне не нравится, это то, что он начинает сражение тогда, когда не должен сражаться вообще. Ну да контроль, кота справа, молодец. Блин. Ну понятно. Ну уж! Пш-пш-пш-пш! Соник сейчас впереди. Да, у него минус одна хантреска, но у него, во-первых, плюс грейд сейчас, во-вторых, у него плюс аура. Ай, уже не плюс аура. Да-да-да, заметили, товарищи, что по грейдам. Это была, кстати, причина, почему Соника было меньше. И по-хорошему, если ты обгоняешь противника по грейдам, желательно не сражаться до тех пор, пока не это самое, не компенсируешь, ну, не достроишь юнитов до нормального уровня. То есть тайминг, тайминг надо внимательно выбирать, проверять вражеские грейды, проверять, проверять вражеское количество. Ой, Соник грамотно под утро крепит единственный магазин. Это мега-крутая штука. Плюс у него иллюзии выпадают. Сейчас он свиток первый купит. Это прям... Сейчас свиток возьмет. Ой, так очень круто. Есть иллюзии, танкуют. Там, правда, глейдройеры уже. Только не слей, не слей свиток раньше времени. Да надо распределять, стараться аккуратненько урон. Это не так сложно сделать, учитывая то, что сами вражеские хантрески помогают себе распределять из-за отскока. Урон. Следующая игра уже выбрана. Ты имеешь в виду на... А, не на сегодня, видимо. Не, у нас XCOM еще не допройден. Там не так много осталось. Подконтраливает. Вроде как здесь у Соника гораздо лучше ситуация. Он недоконтраливает одну хантреску, вторая тоже подставляется. Одну спас. Надо пробежать, пробежать. Да-да-да, это ошибка была. От Спайрала сражаться в такой ситуации, когда у него нет свитка. А Соник, видите, только сейчас заюзал свиток. Он его очень долго солил. И свиток подействовал на огромное количество хантресков. Смотрите, какие красные хантресы в Спайрале. Это 1-1. Надо пробежать свои хантрес... А, там нет, там нет свитка. Там нет свитка. Это ГГ пишем, выходим. Давай Спайрал уже. Телепортируется, но даже после телепорта, мне кажется, он ливнет. Ну да у него там осталось 20 с небольшим лимитом. Блин, какой Спайрал вообще стойкий. Там просто... И он остается в игре, представляете? Размен колоссальный. Всю армию потерял. Там Патма почти пятый, у тебя три с половиной. И ты при этом еще... Старай... Ну, не ливаешь. Сонику... Да, молодец, что не стал сразу лезть вперед. Он дождался появления свитка следующего. И сейчас можно добивать уже. Ну а что тут? Два кота, баллиста, битый герой. И... А у тебя свиток еще есть. То есть ты отконтроливаешь контресок, распределяешь урон. Можно, кстати... Да, ГГ пишет Спайрал, выходит. Что здесь важный... Самый главный, наверное, момент в игре — это тайминг правильный со стороны Соника криппинга магазина. То есть ему удалось каким-то макаром, то ли в паузу, то ли он отогнал противника из-за того, что у него Патма была битая, купить первый свиток лечения. Это мега важно. Если вы помните классический замес хантрессы, ну, масхантрессы с Патмой на масхантрессы с Патмой, самым главным фактором было наличие или отсутствие, ну, у кого будет первый свиток. Особенно на картах, где у тебя только один магазин. Все. Человек, перекупающий свиток, он навязывает... он может давать сражение даже на базе. То есть такое сильное влияние вносит вот этот вот предмет, который восстанавливает там 150 жизней у каждого. Просто потому что действует мегаэффективно, хантрессы очень медленно друг друга бьют, равномерно распределяя друг подружке урон, и ты за предмет, который стоит как хантреска, получаешь себе, ну, где-то две хантрески. Ну, не теряя при этом. Короче, правильно сделал Соник, что отбил, отстоял, закрепил, купил свиток и не слил его вот абы как. То есть он держал его, солил до последнего, пока что... ну, пока не убедился в том, что урон по всем хантрессам распределен в достаточной мере, чтобы свиток подействовал на всех. И все. Дальше. До свидания. Добрый вечер, мистер милосердие. Всем, друзья, добрый вечер. Сегодня у нас Warcraft. В частности, последний день групповой стадии европейского Dreamhack. И нас ждет, ну, кроме предстоящего, предстоящей одной карты, еще три полноценных серии с участием СНГшных игроков, как вы видите. Хавк, Дайс, молодой еще гол, и Джонни Кейдж. Ну, противники-то, ну, тоже серьезные, конечно же. Старбак, Энте и Старшейп. Вот. Привет, громила. Ну, Соник может. У Соника, опять же, нет никаких проблем с пониманием игры, с количеством практики, с микроконтролем. Есть проблема в том, чтобы все это в нужный момент вышло из тебя. Вот. А так... То же самое, кстати, у Фогича. То же самое практически у любого топового эльфа. Все все знают, все все умеют, но в нужный момент выдать то, что необходимо, могут далеко не все. Привет, Катсура. Вопрос не в тему, пока не начали «Любишь грибы собирать?» В детстве любил, но очень давно не собирал. То есть... Для нас это было приключение в детстве, когда отец нас брал на два дня за грибами. Сначала он ездил один, пока мы мелкие были. А потом брал... Мы ехали на поезде, останавливались из Воркуты куда-то южнее. Громила подарил пять премиумов. О, Громила, спасибо за пять примачков. Там еще пять премиумов. Короче, раздача слонов идет в чатике. Заходите в ГГшный чатик, потому что... Ну, чтобы такие вот вещи не пропускать. Раздача слонов идет. Вот. Отъезжали километров на 70. И это было, наверное, в начале девяностых. Тогда не было еще мобильных телефонов. И такой достаточно серьезный экстрим был. Потому что фактически ты уходил в... Ну, в тундру. Какой-то там лес уже начинался. И на два дня с комарами, с ночевками обратно так же к железной дороге выходишь. На каком-то километре поезд останавливается и забирает назад. Громила подарил пять премиумов. Вот. Но возвращались... Громила там продолжает. Ё-моё. Возвращались, конечно, груженные. Да даже там отец самостоятельно набирал и короба, и корзины. Ну, в фулл просто. И грибы, это крайний север. Они все очень чистенькие. Выбор огромный. Подосиновики, подберезовики. Ну, то есть там был такой выбор, что они специально не брали, например, большие грибы. То есть... Средненькие и маленькие. То, что такое... Замариновать, заморозить. И потом использовать... Опять же, это же было начало 90-х. Любая еда заходит. А пара таких походов, и у тебя холодильник наполняется. А сейчас нет уже. О, Лаки, привет. Крутяк не знал, что ты в Рокуте жил. Какие грибы помнишь? Ну, вот подосиновики, подберезовики. Пользовались спросом. Белые там не росли, насколько я понимаю, потому что было слишком холодно. Громила подарил пять премиумов. Вот, а всякую мелочь, типа лисичек и прочее, они не котировались. Как относится к мухомору, микродозингу? Я не пробовал, и мое знакомство только по Пелевину с мухоморами, не помню, в каком именно произведении, активно описывалось употребление. Кто-то скажет сейчас, наверняка. Может, Generation, кстати, Пи. Но я не помню, если честно. Давно я его не читал. Короче, никак не отношусь. Опа, они поменялись все-таки в Generation, да? Угу, окей. Все, Соник начал. Главное, чтобы закончил хорошо, блин. Смотрите, на эту карту я почти не знаю. Если даже... Кажется, это первый раз, когда я смотрю на Шелло Грейв. Пальто говорит, только лисички норм грибы вообще не шарит, человек. Остальные не очень. Дилетант. Не, ну, там же много всего хорошего. И приготовить лисички. Я помню, мы с другом, с Денисом Степаником в лагере. У нас была свобода такая хорошая, что мы могли за территорию уходить. Мы уходили за... В том числе, грибы собирали. И мы же не как плебсы, да? В столовке есть. Мы там пожарим, все как надо. Вот, и лисички... Жареные лисички с лучком, это, конечно, это уровень определенный. Вот, но все-таки грибы побелее, они поинтереснее, мне кажется. Вот, а какие грибы любите вы? Мы, я уверен, сейчас в чатике опять найдем большое количество экспертов, профессиональных грибников. Видите, по мухоморам у нас есть эксперты и по лисичкам. С молодой картошечкой с домашней сметанкой. Ммм, сметанка. Я сегодня отлично, как обычно, по это самое. Провел время, перекусил вообще. И салатик был, и, опять же, пюрешечка из картошечки домашней и мясом. Ладно, вроде хорошо поел, а если все равно хочется. Слоновики, самая офигенная тема, нужно иметь их готовить. К сожалению, нормальные слоновики со стороны свитерешки белой грузди. Вот, видите, маслята жареной. Вот, маслята. Хватит, блин, я же так чаем не отделаюсь. Давайте к игре. У нас поменялись ролями, как я уже сказал. Соник теперь играет через Патму, а Спайрл пытается сыграть в стандарт, соответственно, с... А, тут есть лагерь наемников, то есть теоретически можно троллей повыманивать. Строго отрицательно отношусь к грибам, от них погибло столько народу. Ну, без них было бы сложнее выживать, на самом деле. Но да, эта тема очень рисковая, конечно. Я уверен, что можно там с каким-нибудь медиком поговорить, который будет просто колоссально... Ну, в смысле, категорически против. Просто потому, что видел столько случаев, когда люди не умели... А там, неважно же, варишь, не варишь, если ошибся, то все. Соник пытается, наверное, времени терять. Что? А-а-а! Так там Т2-Т2. Соник с одного барака делает хантресок, и сам течется. Но по этой теме ты должен базу ставить сейчас еще. А, пенициллин, изобретение, да, это же с грибов пошло. Блин. На самом деле у Соника не так много опций. Вот если ты берешь по тму и идешь в тег, у тебя... Если ты хочешь использовать сильные стороны этого героя, это в первую очередь, конечно, аура, то ты должен использовать рейнджовых юнитов, понимаете? Рейнджовых юнитов. А рейнджовых юнитов у эльфа, конечно, огромное количество, и, наверное, больше, чем у любой другой расы, естественно. Но, например, медведей и маутан-джиантов у тебя уже... Может, поднимется рука построить, но аура на них действовать уже не будет. Поэтому, как правило, с патмо, если выходит в Т2, у вас остается глобально один реалистичный вариант. Это дриады. Из-за их универсальности. Из-за того, что на них аура действует. Вот. И фейрики. Вот. Фейрики гораздо более экзотичная штука. Да, и Соник делает две лорнисы. Но, блин, понимаете? Тема-то в чем? Ты патмо делаешь для того, чтобы получить какое-то временное преимущество. Это временное преимущество ты должен как-то использовать. Блин, шар выпал. И по-хорошему ты должен ставить базу. Базу-базу ставить надо. Базу надо ставить. А Соник пока не ставит базу. По крайней мере, ранее. Азара говорит, извини, я тоже где-то учился. Здравствуй, мы. Я тоже приду в сезон. Возьму пенку, знаете, попытаюсь. Он нет. Что? Популярный. Азарыч там что-то разошелся. А, может быть, там какая-то замена. А может, просто воскресенье. Всем в любом случае, добрый вечер, здрасте. За Соника пытаемся поболеть. Он делает на Т2 Мунглеевы для хантресок. Базу не делает, но Спайрл ее все равно проверяет. И выходит в Маздриад. Ну, блин, ну Маздриад. Кремену подарил 5 премиумов. Мы теперь подписаны 15 месяцев. Почему Патма временное преимущество, если Аура дает большой буст по урону? Ну, потому что Димка в Т3 гораздо юзабельнее, чем Патма. И медведи полезнее, чем... Ну, то есть Патма не синергирует с медведями. То есть, если ты собираешься играть с одной базой в Патму, то... Ну, у меня к тебе сразу несколько вопросов. Либо ты должен имитировать агрессию, как-то безумный, и человека не выпускать. Да нет, без экспанда это, на мой взгляд, тупиковая ветка. Крипджек. Минус 2 арчи. Забейте. Нет тут, нет тут идеи, нет тут идеи. Возьмите, как Мун играет через Патму. Да, он может в лейд сыграть в Патму. Он там умеет... Ну, он все равно через экспанда это делает. Так или иначе, он делает это через эксп. Потому что хантрески отмирают, Дрятки тоже не самый эффективный юнит на дистанции. И ты медведям проигрываешь. Ну, от контроля, пожалуйста. И Дрятку от контроля, пожалуйста. Ну, тебе же негде будет лечить. Блин, сейчас Дрятку может потерять вообще на тролле. А в Роке Медведи без формы были рейнджовой атакой? Не-не-не, такого никогда не было. Они всегда лапкой махали. Ну, пожалуйста, приходит тут битая Дриада. Не, забейте это. Таким миксом здесь не выиграть. Все так хорошо, форкать неплохо. Ну, вот ты спросишь Соника, а что он делал? То есть, какой у него был план? Скорее всего, в какой-то момент... Да неважно, вот в такой ситуации, даже если он этих двух харчей подрежет, там все равно главное дожить до медведей. И дальше уже игра будет совсем другая. Еще он спасает на последних хитах. Да, и постоянно, понимаете, Спайрл-то не просто так бегал Демон Хантером и сейчас держит Веспа рядом, ну, на шахте у Соника. Это же не просто так. То есть, он понимает, что чуть ли не единственный нормальный сценарий для Соника в такой ситуации — это тыкать экспанд. Сейчас уже полухалявный, потому что тайминги уже все просраны. И, ну, я не знаю. Возможно, тут какие-то майнгеймсы были, исходя из прошлого опыта, их личного противостояния, так скажем, на то, что происходит... Ну, что это за экспанд, блин, под окончание Т3 у врага? Ой, блядь. Не, забейте. Это... Причем это Соник, понимаете? Человек, который в Мирорах, в Мирорах наиграл тысячи матчей. Тысячи. Ну, сейчас пожмется немножко до мастер-формы, которая делается в правом нижнем углу, посмотрите. И все, и потом пойдет атака тайминговая. Все, он знает об экспанде. Две-три минуты максимум, блин, у Соника тут. Если не будет сильно затягивать спайрл, он может затягивать, потому что у него еще панда есть, ее можно подкачать. Да, да. Таршки льмит у Соника. А у Сонику ничего не остается, он как бы должен вообще уже бегать. У него, по идее, если он играет в такой стандарт, уже должно быть 60 лимита и рабочая база. Вот как бы это был бы стандарт. И это было бы норм. Это было бы не выигрыш, но это было бы норм. А то, что сейчас 56 на 57, и базы все еще нет, это прям уже беда. Ну все, и у тебя медведи с дрядами-орчами под рэком против вот этого вот Т2-шного мяса. Ну, Соник танцует, он у него якобы, ну, делается экспант, действительно делается окей. Просто у спайрла есть еще... Спайрл сейчас пойдет в атаку, короче. Смотрите, он сейчас дождется парочка медведей и пойдет просто в атаку. Может быть, на экспант пойдет к Сонику, может быть, на мейн пойдет к Сонику. Но смысл в том, что его вот текущий лимит значительно лучше. Посмотрите. Соник не может здесь нормально сражаться, эффективно. Он дает бой, зачем-то делает свиток на двух хантрес. Ну и все, и начинается развал. Там все равно выигрывает. Четвертый Димка. Я не знаю, есть там второй стаф? Да, есть там второй стаф. Медведь одного теряет. Второго, скорее всего, потеряет. Блин, для такой ситуации Соник еще неплохо разменялся, капец. А сейчас можно Димку потерять. Нет, там стаф есть у Панды. Успеем? Блин. Ох, Спайрл позволяет тут еще. Блин, Спайрл позволяет Сонику тут хорошо еще по... Минус Мишка. Димка полный возвращается. Но Соника база рабочая. Теоретически можно еще здесь затащить. Потому что размен получился, блин, каким-то макаром в пользу Соника. Я в шоке просто, если честно. Возможно, проблема была в том, что Панда была вообще не... Да, вот смотрите, какие дриады. Тут, кажется, Дико просто недоконтролил Спайрл. Просто Дико недоконтролил. И у него Панда какое-то время, долгое время была в куче не с Хантрессами, там, с Огром и с Троллем, а рядом с дриадками. То есть она там особо и не нужна была. Не Соник плюс разменял Спайрл, что ли за Самикро показывает? Капец. Ну, это... Черт. Ай, дриадка, минус Патма. Блин. Нет? Сейчас винные пары. Сзади Соник еще подрезает. Но она умрет. А как здесь еще? Надо выкупать Патму. Блин, и Свиток мы отдали еще. Да, Свиток, Свиток очень важно. Выкупил. Блин, все равно сложно. Дриадка уйдет? Уйдет. Пытается Свиток купить. И надо сразу Свитки здесь узать. Свиток в дриад пробегать. Да, и недолечил всех. Там три медведя. Блин, какая жесть. Соник разваливается здесь. Надо бежать до следующего Свитка. Патма, какая, куда ты, зачем? Так же, так больно смотреть на это. Ё-моё. Ладно, нычка у нас работает. Надо Свиток еще один взять. Ну, и Димка заряженная тоже, конечно. Почти пятый Димка. Ну, это вот валидол. Ну, как можно это смотреть без это самое? Без ромашки или без валерьянки? Ё-пэ-р-с-э-тэ. Нага каким-то чудом просто выживает. Ну, у нас нет Свитков. У нас дриады разваливаются. Пятый Дима, это ГГ. Блин, ну что за тайминги, конечно. Что за тайминги? Мы теряем Соника, к сожалению, на Дримхаке. Кажется. Ну, очень странный поздний экспант. То есть ты играешь через Патму, ты знаешь, что там Димка и Тэг, Т2, Т3. Ничего тебе не мешает, кроме отбивания от Хараса соло-демона поставить экспант самому. Ты его не делаешь очень долгое время. Ты его делаешь в момент, когда у человека Т3 доделывается. И тем не менее, Соник очень хорошо поконтролил. И у него реально были даже после этого шансы, после хорошего размена в центре, если бы он не потерял Патму, не потерял бы Свиток, подлечил бы Дриад, он мог бы дать еще одно сражение на лимите 60+, против 50 врага с рабочим экспантом. И это уже такая стандартная, стандартный расклад. Блин, ну обидно. Так вот появляется в игре надежда. Но, к сожалению, ненадолго.